Привет, меня зовут Даша, я сегодня освещена так наполовину, ну ладно, человек в тени. Сегодня будет такое влоговое видео, хочу с тобой поболтать, рассказать о своих книжных привычках. Я даже набросала шпаргалку, да, которую буду, наверное, периодически заглядывать. Привычки как влоговое видео, так и полезные, так и не то, не сё. Привычка первая, которую я, к счастью, и сжила. Когда я останавливалась на какой-то странице, я ложила книгу на шпагат, то есть вот таким вот образом. Конечно, это варварска, спасибо Passion for Living, которая меня приучила к закладкам. Она нечаянно просто так вышла. Ну, раз уж мы заговорили о варварстве, то наследство папеньки мне досталась такая привычка, как подписывать особо полюбившиеся книги, не знаю, отсвечивая тебе или как, а вот видно, кажется. То есть я пишу, что из библиотеки, там такое-то, такое-то, подписи, число. Если я не помню число приобретения книги, я оставлю просто, что месяц, год. Что касается выписки интересных фраз. В детстве, признаться, я делала это прямо на заднем форзаце книги. Слава Богу, карандашом. Хоть до этого ты думала, с ума палата. Те, наверное, свечи, вот я заранее извиняюсь. Да, ну теперь я просто клею на нужные места книги самоклеющиеся, ну, клейки и листочки, а потом выписываю. И что еще хочу сказать, если книга меня прям очень сильно поразила, восхитила, что-то там, ну, в общем, я в нее пребываю в полной восторге, я могу даже написать на форзаце, карандашом, как бы информацию о предмете, о том, что является ключевым. Вот, например, Гарри Боттер и философский камень, просто весь форзац, опять извиняюсь, если тебе снова не видно, исписала информацию о философском камне. То есть, еще одна привычка читать несколько книг одновременно. Одно читаю дома, другое на работе. Если я дома читаю с электронной книги, то я одновременно читаю, ну, читаю уже не две книги, а одновременно три. Потому что как-то в ванную, ну, как ты знаешь, наверное, уже, я читаю везде, за едой, в ванной, где угодно. Значит, все-таки в ванную мне страшно брать электронную книгу, поэтому я, иногда получается, что я три книги одновременно читаю. Еще одна привычка, если книга хорошая, вот я прихожу с работы, я же сначала ем, правильно, да, если только не снимаю видео. Я сначала ем, зайду я читаю. Если книга очень интересная, я иду в спальню, блякаюсь на кровать и просто добиваю эту книгу, доталываю, читаю, даже если это у меня займет четыре часа. Если книга просто, ну, обычная, нормальная книга, интересная, ну, не восхищает она меня, вот, ну, не сложились у меня отношения с ней, то, как бы я, поев, я просто закладываю страницу и пошла к компьютеру. Ну, это, скорее, не привычка, такая примета, что ли. Еще одна привычка, которая, вот, правда, привычка, она у меня с самого детства сложилась, как только я научилась читать. Я никогда не засыпаю, не почитав перед сном. Даже я, если не в состоянии просто читать все у тех или иных причин, все равно хотя бы абзац я прочту. Кстати, еще одна привычка, ее можно приручить сюда же. Я никогда не бываю такого, чтобы я за день, ну, не пошла хотя бы за трочки. То есть такого вообще нет. Нет, в принципе. Названия магазинов не считаются. По-су-до-хо. По-су-до-хо. Ой, нет, это слишком большое слово для маленьких. Последняя привычка, которую я хочу тебе рассказать, это то, читав книгу, я не хватаю сразу за следующую, если только она не является продолжением прочитанной. Потому что мне нужно, чтобы как-то вот, чтобы у меня как-то все в голове устаканилось, чтобы я эмоционально пережила эту книгу еще раз, как-то поразмыслила и порассуждала. То есть за следующую книгу, повторюсь, я не хватаюсь сразу же, если она только не является продолжением. А, и это все мои привычки, которые мне удалось вспомнить. Я надеюсь, тебе было интересно, мне это кажется, что нет. И напоследок я хочу сделать пакость. Вместо доброго пожелания я тебе сделаю пакость. Оставь мне, пожалуйста, свой видео-ответ о своих книжных привычках. Ну, а если стесняешься, можешь просто написать в комментариях. Счастливо, не болей, радуйся весне. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok